все есть камера да есть камер мотор свет камера мотор привет ютубчик никита на связи саша за кадром и это морсклуб и сегодня мы готовим для вас интересный контент интересен он тем что мы во-первых сегодня наконец-то будем жарить мясо во вторых мы находимся в новой локации это такая наша летняя резиденция вот огромный загородный дом тут площадь 270 квадратов на самом деле всего 5 вот и мы будем пить виски который простоял в стекле наверное лет может 10 может 5 я точно не знаю но я точно знаю что он просто в этом домике год до 3 и переживал разные временные периоды и температурные то есть то замерзал то охлаждался и так далее как это повлияло на него я не знаю он стекле а сейчас он лежит в колодце уже месяца 4 мы его попозже достанем и в общем то будем пробовать и дегустировать это канадский виски black velvet вот поэтому если вы еще не поставили лайк и еще не подписались на канал и не написали комментарий то самое время это сделать потому что дальше мы будем вас тут развлекать и радовать ну а если вы что-нибудь пьете или планируете то наливаете сейчас самое время ну а если вы кушаете приятного аппетита ну что ж погнали делать крутой контент ну что никит ну что саш тоже пошел приехали мы значит снять контент пожарить мясо виски попить а тут дожди это вот август он такой ну ладно давай короче пока не сильно льет достанем вискарик мы идем в колодец маленькая предыстория по этот колодец дело в том что здесь не подключена какая-то такая традиционная система с водой здесь работает система через колодец здесь вот насос прочая всякая херня и туда так исторически сложилось что мы убираем разный алкоголь но типа вино шампанское и можем там годами его оставлять здесь была одна бутылка которая пролежала 8 лет правда в то время мы еще не снимали контент и и туда положили на рождение ребенка потом достали его восемь лет короче она лежала и потом все распивали там было много разных интересных образцов но это было в прошлом сейчас контейнер это никак не заполняется как бы вся эта магия потерялась но мы хотим сейчас достать то что пролежало там четыре месяца достается это все очень достаточно сложным способом давай я вытяну один потом если что выйти на другой этот легкий и тут у нас сюрприз мазафака сам пивко ну мы выпьем да это пивко так давайте посмотрим что у нас во второй а во второй у нас по идее должен быть виски тот самый black velvet который исторически важен окон дорогой смотри смотри нифига себя бутылка здоровая но кстати дали это литрушка вроде не знаю вот она ребят вся уже в или в каком-то да такая немножечко помутневшая этикетки но нет еще кстати нормально держится видимо раньше делали хорошо чтобы только старая она будет бутылка не такая старая 2014 год росли в 2014 8 лет 8 лет и 8 лет бочки 8 лет стекли 8 лет в бочке и четыре месяца в колодце сегодня будет что-то очень явно интересное ну все пойдем к столу как говорил один интересный алкоблогер яша с канала коктейль тв надо сначала выпить пиво а потом уже виски а вот она вот прям с колодца другое да хорошее шеф-повар перекладывать неужели ты это снимал что никит как там мясо мне кажется оно готово мы сейчас поставим вот немножечко чтобы она отдыхала вот так вот выключаю газ вот здесь вот на минимум чтобы она отдыхала вот но нам уже пора у нас короче оказалось свинина и говядина говядина еще пусть поработает а вот синила тут маленький стек он уже отдыхает тут такая история что у нас стоит этот виски black вельвет я про него конечно расскажу некие байки истории с чем у меня этот виски ассоциируется и как вот вообще я что про него знаю и обязательно хотела сконсортировать ваше внимание про походный вариант стопочек помните замечательный ролик шниягер который мы снимали еще в прошлом году с николая фоменко нам да легендарный видос нам подарили вот эти вот вот такой вот контейнер я уже до сих пор не скрывал ну как мне было просто несколько контейнеров и такой посуде очень удобно перевозить прям детственный нетронутый бакбак который идеально подойдут сегодня под нашу выездную дегустацию спасибо николая фоменко и шниягер у сегодня ролик такой достаточно размеренные потому что таки природа ему немножко устали в общем рассказываю историю про black вельвет во первых это канадский виски 8 лет вот этот напиток выставил в бочке при этом здесь интересная история что вот этот виски он делается следующим образом тут есть солдовые спирты ржаные спирты и в какие еще куру за вроде ячмень нет ячмень ячмень три вида солодовых получается надеюсь я правильно говорю потом это все настаивается два года в бочке из-под белого американского дуба после чего это все разливается смешивается со спиртами кукурузы и еще остается на взросление в бочках об сильно обожженных и получается вот такой канадский виски в нем присутствует определенная канадская сладость она в нем должна быть потому что на скрипке всегда обладает такой определенной ноткой уникальности это что касается вкуса что касается истории то black вельвет вообще переводится как черный бархат такое вот название она как бы отдает в этом названии есть ассоциации со вкусом то есть он такой бархатистый сладкий вкус пряный вкус и вот мы эти варианты попытаемся распознать вот сам этот напиток в россии официально не продается он продается только в duty free и он в duty ки раньше до к видных времен до военных времен он продавался всегда очень бюджетно стоил в районе 8-10 евро если вы знаете покупали его пробовали напишите за сколько вы его покупали напишите как вы к этому написку над относитесь потому что этот напиток ну культовый во первых он с 91 года производится он достаточно такой точно не молодой уже вот сама бутылка как мы уже знаем было разлито 2014 году если конечно можно верить вот этим цифрам которые уже здесь практически не читаются да тут описано цифра 02 14 в таком дизайне его тоже не производят и как бы мы пьем историю и я прям очень знаете взволнован есть какой-то трепет такие напитки когда с историей всегда очень классно пить потому что в них что-то вот что-то есть какая-то душа что ли да ну давайте его открывать уже скорее потому что насколько можно во первых он охлажденный но не сильно мы во первых вот достали потом час мы жарили мясо в общем он уже успел согреться то есть это не ледяной виски чтобы сразу не начали говорить что блин вы его охладили мы них они почувствовали уже нормально такой достаточно просто он грязный короче я его открываю не за дизайн упаковка то стоит там давай покрутим его по классике слишком много времени мы конечно уделяем рассмотру эту бутылки но правда есть что сказать знаете есть напитки про которые и сказать нечего проект напиток можно и поговорить вот в общем открываем это круто надеюсь ребят если вам нравится эти истории тоже напишите потому что кто-то говорит слишком долго занудно кто-то говорит да не прикольно ребят нравится смотреть короче вот открываю немножко даже прямо волнительно правда вот открыл тут на самом деле ничего необычного просто вот винтовая пробка на самом деле мы как бы этот виски нахваливаем просто из-за история так-то по идее он дешевый дешевый кто ты хочешь я хотел открыть и увидеть вот вот это я не знаю что это но я знал что это здесь будет я открыл разливаю это по нашим бокалом привет коля фоменко тоже саня давай даю тебе сей напиток который простоял кучу времени в стекле и жизнь повидал даже такой жизнь повидал пахнет вот первое что попадает в нос ваниль сладость немножко есть спиртуозность она есть но давай как бы ему рано наверное говорить о спирте все-таки мы пьем на природе и дышим на природе да не но бокал это у нас правильные теперь нас не будут хейтить что мол они правильные бокалы ну как тебе саш сладость немножечко свежести бочку я чувствую не чувствую белого дума просто чувствую что есть бочка копчености никакой нет копчености нет вообще что у ноткиют сладковатые какие-то цветочные все точно да больше дуба есть но есть есть он уже как будто выветрился а того он такой дешевый ну знаешь вот кажется что восемь лет он не стоял вот такое чувство что они пишут восемь лет восемь лет но были серьезно 8 лет может быть самые взрослые спирты восьмилетние вообще кстати да вот опять же сладость присуща канадским виски ладно давай короче меньше слов короче ролик хотя может быть и длинные ролики вам тоже нравится давай попробуем по чуть-чуть а потом порежем наш свеже изготовленный стейк который тут отдыхает под фольгой он такой горячий или ужас тут сок из него течет в общем бел первый клоточек такой а потом дадим подышать немножко чем-чем-чем слушаем первое на что обратил внимание если мы маслянистый какой-то очень густой мне не показалось показалось и не чувствуется каких-то ярких спиртов он очень такой облавать облавать его как какой-то ликер как будто но нотки чего-то там такого интересного я не чувствую простого да максимастоват но при этом очень качественно кажется типа если мы будем пить какой-то был стак за 500 рублей мы почувствуем нотки и спиртуозности а здесь она видно что качественно как-то обработанный он такой густой там вообще как будто вот что к зубам прилипает нет у тебя такого трудность давай я тебя подержу а ты попробуешь так так держу все все нормально проводочки максимально легкий мысленистый но при этом какие-то нотки можно почувствовать чего-то там но он не отвратный легкий ну а чувствуешь ты яблоко в нем орехи о которых мы читали яблоко может быть орехов молот орехов я тоже не чувствую если вот эта маслянистость она как раз и из орехов такое чувство что он должен быть еще лучше я сейчас чувствую нотки цветочков но он прикольный он легкие прикольные я не знаю чем его даже сравнить понимаешь так ладно давайте сейчас сделаем небольшую паузу и займемся мясом потому что бы виски виски но можно только виски приехали пить раз мы на природе я тебе вот приглашаю поснимать вот этот отдохнувший кусочек свинины для какой короче чтобы это было вкусно надо посмотрим давай посмотрим сочные сочные смотри ну давай его порежем вот так вот и погнали и режется очень легко мужицкий кусок погода распогодилась дождь закончился поэтому саж тебе как к самому главному гостю у нас с тобой такая дегустация от век да и ты моей свинины где-то бокал от у тебя руки за я не могу давай чин-чинь мясом но нет конечно да реально хорошо на природе вообще пробуем теперь после мяса суши но кажется что он дышит становится лучше больше свежести в нем становится он качественный сделанный сделанный качественный но дешевый вот давай вот так вот я его скажу он дешевый в него не вкладывали столько сил сколько например могли бы вложить но сделан он неплохо то есть в нем нету какой-то жесткой вот этой спиртуозности нету в нем какого-то какой-то отрицалово но у него нет послевкусия никакого сейчас еще проверим знаешь еще даже почувствовал сладость вот я чувствую одну одну сладость и все после вкуса тоже есть это же сладкое удивительный короче давай сейчас что сделаем давайте все это нахрен закрываем и переходим уже на нормальный стоп потому что должен закончился и уже говядину порежем и стол накроем это получается медиум рэр как называется все я снимаю уже начал снимать ладно в общем мы сели кушать и это последний дубль говядину пожарили вот такой вот кусок у нас получился второй который вы помните даст не самый удачный мы еще не резали но мне кажется будет нормально вот этот кусочек прямо идет отлично говядина всегда вкуснее чем баранина но тут конечно любителя вот что касается black velvet был на ли уже наверное минут тридцать точно стоит вот так вот в таком состоянии на фоне лает собака извиняюсь разую то твою мать заткнись до заткнись вот в общем что здесь что здесь вообще весь спирт ушел остается только вот эта сладость ванильность и немножечко немножечко бочки целом хочется подвести итог что виски неплохой за свои тогдашние деньги за 600 рублей литр это просто шикарно сейчас такого уже нет и такая бутылка ценится в 2000 купил бы я black velvet за 2000 рублей литр вообще наверное да потому что за 2000 рублей литр я даже если честно не знаю что можно купить ну за 2000 рублей ты можешь купить 0705 а вот литр хз то в общем давай с тобой финально ну подышал совсем другой более питки стал ушла эта тягучесть возможно все таки он был замороженный да все таки наверно подморожен немножко чем не сильно ну вот сейчас нету этой маслянистости маслянистости да нет мне даже так больше нравится нотки появились побольше больше стало какой-то свежести да в общем друзья мои подписчики любимый морсклуб спасибо вам за просмотр за нашу оценку black velvet мы к сожалению не оценили его по вот этим 5 параметрам как раньше хотя если вы хотите я конечно это сделаю но это не корректно будет учитывая что напиток просто исторически исторически да но как бы если вспомнить сколько это стоило раньше 600 рублей за литр однозначно лайк он не отвратный он хороший и кому-то это точно понравится это наверное не мой самый любимый напиток и точно не мое самое любимое я такое не очень люблю но если отбросить все мои вот эти вот мои вкусовые личные предпочтения как самостоятельный напиток он как бы хорош нормально сейчас вот прям в это время он прям нормальный вот это моя вот такая сугубо личная оценка ваша может быть другой вы если пробовали а я думаю вы пробовали напишите в комментариях свое мнение по этому напитку если помните потому что тут очень важно помнить мне целом целом зашло я игру и повторюсь канадский виски первый раз пью ну и лайк саши за его первые канадский виски все друзья спасибо за просмотр и если длинный формат нормально у вам и уложился если как бы комфортно тоже напишите об этом потому что у нас вечный спор по длине и я короче по длине спокойнее либо покороче и динамичнее как вам дайте нам сигнал чтобы мы понимали как лучше делать опять же если вы пьете и кушаете тоже напишите чтобы мы уже понимали может быть такой формат еда и напиток вам больше понравится все спасибо за просмотр и пока пока ждем ваши комментарии снизу увидимся в следующем ролике разобраться у меня там подожди подожди блэбл у него ферку вот она чё миха панская я же говорил что то то еще и осталось